Здравствуйте! 17.00 на канале Ходорковский лайф в Киеве, Вильнюсе и в Москве. В качестве дружеского рукопожатия вы ставите нам лайки, это наша традиция. Вы смотрите программу «Война». Мой соведущий, генерального штаба полковник в запасе Олег Жданов, один из крупнейших военных экспертов, рассматривающий данную войну и как профессионал, и как человек, которому выпала судьба, и, к сожалению, быть так или иначе на стороне этого конфликта. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Прошлая неделя заканчивалась в тревожном ожидании, что впереди будет несколько очень опасных, очень сложных дней. Мы помним страшную картину, чем закончился тот предыдущий отрезок. И вот мы ожидали, что целая неделя, итоги которой мы сегодня подводим, она принесет очень много сложностей преодолеть, которые, может быть, даже будет не по силам. И тем не менее, мы видим, что да нет, собственно, а неделя-то выдалась. Несмотря на то, что да, погибали, да, страшно, а тем не менее, фронт не так, чтобы колыхнулся, и вот какого-то такого тактического превосходства, например, российской армии на поле боя мы не увидели. Но вкратце, что происходило? Мы опасались и не дождались каких страхов? Мы опасались и не дождались продолжения наступления в том же темпе, в котором оно проводилось в Луганской области. То есть, когда российские войска штурмовали Северодонецк и Лисичанск. Особенно на Лисичанске у них был, я бы сказал, такой более-менее успешный прорыв в плане попытки окружения города, который, правда, закончился окружением, но уже после выхода наших войск. Так вот, неделя действительно оказалась стабильной, фронт стабилен. Практически за неделю он не двинулся ни в одном направлении. Всю неделю российские войска пытались штурмовать наши позиции на отдельных направлениях, а именно, причем по очереди, и вместе, и по очереди. Славянское, Краматорское и Бахмутское направления. Вот три основных, но все попытки российских войск продвинуться в направлении этих городов оказались безуспешными. И на сегодняшний день мы наблюдаем картину, что идут позиционные бои, идут артиллерийские дуэли, и противник применяет еще авиацию, штурмовую и армейскую для ударов по нашим позициям. Но продвижения не имеет. Имел несколько таких серьезных проколов, а именно буквально позавчера на славянском направлении было уничтожено в течение двух суток полторы роты танков Российской Федерации. Сначала, два дня назад, шесть танков загнала наша артиллерия на минное поле, и потом пехота добила их джевелинами. И на следующие сутки колонна танков из 12 машин была обстреляна тоже нашей артиллерии с применением высокоточных боеприпасов и уничтожена. Вот такие потери иногда... То есть российские войска предпринимали попытки, даже без особой поддержки артиллерии, попытки атаковать наши позиции. Это вот самое активное, наверное, участок. Прошу прощения, то есть мы видим, что на самом деле российская армия во все времена, во все войны страдала рассогласованностью действий, и никогда не было так, чтобы все вместе. Пехота поддерживала и прикрывала танки, танки прикрывали пехоту, сверху была авиация, и все это было еще надежно закрыто артиллерией. Всегда некая разрозненность. Танки сами по себе вылезли и погибли, авиация где-то там, пехота затаилась. Да, абсолютно правильно. Есть разночтение. Ну вы знаете, я вам скажу, что еще по опыту советской армии, вот собственному опыту, самая главная проблема всех учений, особенно совместных учений, была эта организация взаимодействия между родами войск. И вот я как артиллерист, это же традиция советской армии, что пехота попадает либо под последний огневой налет артиллерии перед атакой, либо под первый огневой налет в момент перехода в атаку. То есть организация взаимодействия – это самый больной вопрос. Что, в принципе, и продемонстрировало вот эти три направления в течение этой недели. По остальным скажу так, что Донецкое, можно его обобщить, Донецкое направление и Запорожское направление, они были менее стабильными. В Марьинке произошел два дня назад очень такой эпизод, была попытка штурма наших позиций, но в результате, опять же, несогласованности действий, в результате ответного огня нашей артиллерии, российские подразделения обратились в бегство, и практически бегством возвращались на исходные позиции. На Запорожье ситуация стабильна, фронт не двигался, обмен артиллерийскими ударами и огневые дуэли. Ну и есть самые... Олег, прошу прощения, вот здесь как раз на этом же участке тоже вдруг замелькало в качестве серьезного упоминания, как точка, где бились, бились, бились и ничего не добились, Мелитополь, хотя, казалось бы, Мелитополь уже находится глубоко на захваченной территории, и тем не менее. Но там дело в том, что в Мелитополе, там мы достали их дальнобойными системами. Это первое. Мы нанесли удар по аэродрому, где была создана военная база. Вот все это время, все опять практически пять месяцев, они накапливали там технику, горючие смазочные материалы, боеприпасы. Там была перевалочная база личного состава. И на этой неделе мы нанесли туда удар хаймарсами, и наши партизаны прогулялись и взорвали мост в районе Мелитополя в направлении Токмак. И на сегодняшний день большущие потери в плане боеприпасов, большие потери в плане личного состава, по разным оценкам, они, правда, не подтвержденные пока что, но до 200 человек убитыми и около 300 человек ранеными. Детонация продолжалась двое суток. И сейчас в направлении Токмак железнодорожная ветка не работает, что для российской армии крайне, ну, я бы сказал, даже на уровне катастрофы, потому что они воюют всегда вдоль жили, привязываются к железной дороге по обеспечению своих войск. Кстати, за сегодняшние сутки добавился Токмак. То, что было на... успели они перевезти в Токмак и там сосредоточить на складах. Сегодня ночной удар по Токмаку, тоже хаймерсы прогулялись, и склада боеприпасов и горючих смазочных материалов больше нет. Ну и... Олег, прошу прощения, когда... Олег, когда вы говорите про то, что партизаны прогулялись по тылам, это имеется в виду шаман, или это действительно местное население, которое из глухого подполья тихонечко подрывает поезда, отпуская их под откос, как это принято было с 1942 года на этой территории. И то, и другое. Тут 50 на 50. Почему? Потому что силы специальных операций, они являются основой для организации партизанского движения. А в связи с тем, что у Российской Федерации не хватает сил и средств для создания сплошного фронта, то... Ну... Не знаю, информация не проверена, но говорят, что наш спецназ иногда даже прогуливается в Бердянске и в Мариуполе, а потом там происходят взрывы. Вот. Поэтому это и те, и другие. И местное сопротивление на основе добровольческих формирований, и силы специальных операций в комплексе. Ну и давайте пройдемся еще на южное направление. Это такое из самых интересных. Оно самое активное, и для нас оно имеет наибольшую... Мы там развиваем успех. Ну вот из... Мы продвинулись, освободили несколько населенных пунктов, были нанесены удары по складам и по воинским частям. Вот впервые мы использовали высокую точность и высокотехнологичность «Хаймарс», когда удар был нанесен по воинской части Росгвардии, расположенной в центре Херсона. Ракета вошла внутрь здания, фактически взрыв произошел внутри здания, поэтому близлежащие строения практически не пострадали. Сведений о жертвах среди гражданского населения не поступало. То есть настолько ювелирный удар. Причем удар был двойной. Оказался тоже такой на уровне курьеза. В 5 утра был удар по воинской части. Утром приехала комиссия во главе со старшими и высшими офицерами. Начали разбирать завал, достали обломки снаряда «Хаймарс», пытались его рассмотреть на плацу. И в 10 часов на этот плац, где рассматривали обломки «Хаймарс», в высокая комиссия, прилетела вторая ракета. Как бы в завершающем своем этапе. Ну и сегодняшняя ночь тоже отличилась очень хорошими показателями. Знаете, вчера вечером новая Каховка взлетела на воздух. И на сегодня на утро уже есть данные. Вот хочу привести. 20-я мотострелковая дивизия 8-й армии Южного округа, начальник штаба, командир дивизии, начальник оперативного отдела и начальник артиллерии. Это уже то, что подтверждено. Убиты в результате удара по командному пункту. 22-й армейский корпус вооруженных сил Российской Федерации, начальник разведки, замначальника отдела ФСБ убиты, начальник штаба корпуса, генерал-майор ранен. Ну и Чернобаевка, 26-й раз уже горит опять Чернобаевка после вчерашнего налета. Ну про новую Каховку я вам уже сказал. По-моему это видео уже самое вирусное в сети. Это что касается Южного направления. Ну правда мы потрепаем там же на Южном направлении, вот сегодня, точнее за неделю, наверное больше 100 ракетных ударов и вообще ударов артиллерии, российской артиллерии по городу Николаеву. Есть жертвы среди мирного населения, частые прилеты в жилые кварталы. Ну только за последнюю ночь 20 взрывов в городе Николаеве. В основном реактивная артиллерия и иногда ракетные удары. Это что касается Южного направления. Но еще Часов Яр вот в последнее время тоже не сходит со страниц, где трагическая летопись гибели гражданского населения упоминается как неизбежное зло войны, хотя что значит неизбежное, на войне не должны погибать мирные люди, впрочем, как и войны быть не должно. Но Часов Яр вот здесь тоже выделяется своим особенным цинизмом и количеством погибших. Да, на данный момент, это удар реактивными системами залпового огня СМЕРЧ, удар пришелся в общежитие, это было днем, люди были все на месте, и на сегодняшний день из-под завалов в Часовом Яру достали 31 погибшего, 8 раненых, они все госпитализированы, разбор завалов продолжается, ну и вчера был тоже такой случай, мужчина был в ванне, и во время этого удара его спасло то, что плита упала на ванну, и железная ванна выдержала, и у него появилось, он 20 часов пролежал в запертом пространстве возле ванны под плитами, его достали, он, слава богу, живой, но 31 человек, жертвы, конечно, гигантский, и объяснений этому нету, нету никаких военных объектов в ближайшем окружении этого здания, вот, так что, да, вот такая вот трагедия произошла, это примерно так же, как в Сиротино было, Белгороднестровского района Одесской области, когда в жилой дом, и помните, там самая трагичная смерть была, эта шестилетняя девочка, которая погибла в своей кроватке, так и не проснувшись, и эта фотография облетела весь мир, но, к сожалению, вот это лицо войны России. Причем Часов Яр, он ведь на очень большом удалении от линии фронта. Да, он на большом удалении, но я так понимаю, что они хотели, смотрите, что делает Россия, последний месяц они изменили тактику, как только их артиллерия начинает доставать до какого-то населенного пункта, они начинают его сносить с лица земли. То же самое было с Лисичанском, они за месяц до начала штурма начала работать авиация, артиллерия, то же произошло со Славянском, город уже где-то недели три как утюжит артиллерия и авиация, ну и, соответственно, здесь они и там, где они собираются продвигаться, они уже стали заранее готовить себе, расчищать дорогу, я бы так сказал, наверное, снося населенные пункты с лица земли, чтобы не было возможности занять оборону в этих населенных пунктах. Когда мы подводили итоги предыдущей недели, у нас Белогоровка не звучала, а вот теперь она стала на целую неделю источником информации и поводом для разговоров. Ну, Белогоровка, к сожалению, Белогоровка в основном находится под контролем российских войск, и там идут ожесточенные позиционные бои. Вот, кстати, в районе Белогоровки российские войска пытаются продвинуться, почему? Потому что там есть еще кусочек Луганской области, который мы удерживаем, и они не вышли на административную границу. И поэтому там, вплоть до того, что применяется авиация, наносятся авиационные удары, кроме артиллерийских обстрелов, но пока что мы удерживаем позиции. Но, к сожалению, в районе Белогоровки, мы уже ведем боевые действия в районе Белогоровки. Белогоровка в основном под контролем российских войск. На протяжении всего этого анализа, всей программы, многократно упоминается, что хаймарсы, наконец, стали на фронте уже не разовым явлением, а масштабно применяемым видом оружия по всему фронту практически. И мы видим, что хаймарсы вызывают, во-первых, панику, во-вторых, недоумение у вооруженных сил Украины. И по информационным каналам России идет разговор о том, что дальность полета заряда хаймарса 30 километров. Ну, для того, чтобы тихонечко успокоить людей и сказать, ну, знаете, слушайте, это всего-навсего разрекламированный американский товар, эффективность которого невысока. Хотя мы видим, что ничего подобного. Как только хаймарсы поступили, вот тут же начались очень серьезные потери у вооруженных сил России. Хаймарсы действительно играют такую роль? И вот каким, чем они стреляют? На какую дистанцию? Смотрите, да, действительно, хаймарсы меняют тактику ведения войны. Причем существенно. На сегодняшний день официально подтверждено присутствие 9 пусковых установок Хаймарс и их аналогов. Вот так звучит официальная информация. Ну, аналоги, мы понимаем, это МЛРС М270. Кстати, у МЛРС М270 огневые возможности в два раза больше, чем у Хаймарс, потому что МЛРС ставят на пусковую два пакета по шесть снарядов. Конечно, ракетами называть их нельзя, это снаряды, это реактивные снаряды с дальностью стрельбы 75-80 километров. И особенность этих снарядов состоит в том, что они высокоточные и они корректируемые в ходе всего полета. То есть, этот снаряд постоянно получает информацию со спутника, у него GPS-навигация, но только не надо путать с той GPS-навигацией, которую мы используем с вами в бытовом, в быту, то есть, в автомобилях, при поездках и так далее. Нет, это военная GPS-навигация, которая использует защищенные каналы и работает там на какой-то своей, ей только известной частоте. Вот. И отклонение этой ракеты на максимальную дальность может составлять 3, максимум 3,5 метра. Вот такая точность попадания ракет «Хаймарс». И еще можно отметить то, что боеприпасы, вот то, что говорят в пабликах в России, что 30, не 30, 40, минимальные снаряды, которые есть для «Хаймарс», это 40 километров дальность. Максимальные современные, самые современные боеприпасы могут лететь на 140 километров. Мы пока получили до 80, есть тенденция к тому, что в ближайшее время мы можем получить боеприпасы, которые летят на 140 километров. И, соответственно, есть еще для «Хаймарс» и для «МЛРС» пакет с оперативно-тактической ракетой типа «Атакумс» с дальностью пуска до 300 километров. Тоже, я так понимаю, что вопрос обговаривается, и в ближайшее время, возможно, эти оперативно-тактические ракеты появятся на огневых позициях «Хаймарс» и «МЛРС». Какой прогноз? Вот мы с вами поняли, что тревожиться так вот напрасно на неделю вперед не имеет смысла, потому что мы видим, что затухание на фронте происходит, и тактическое преимущество российской армии, например, стремится к нулю. С какими ожиданиями мы вступили в эту неделю? Ну, в эту неделю ожидания те же самые. Почему? Потому что российское командование пытается сформировать где-то второе направление для того, чтобы отвлечь внимание вооруженных сил Украины. Ну, вот, например, на Харьковском направлении появилась 144-я танковая дивизия. Она пока в бой не вступала, и мы понимаем прекрасно, что одной дивизии для попытки прорваться в направлении Харьков это безуспешная будет попытка. Но, тем не менее, нанести довольно серьезный удар, чтобы попытаться с изюмского направления оттянуть силы и средства ВСУ. Да, вполне возможно. Пытается активизироваться на Запорожье. Даже было, ну, мы по перехвату разговоров и по разведданным российское командование хотело предпринять попытку наступления на Запорожье, на город Запорожье. Но там у них проблема с личным составом. Там личный состав пошел в отказ и они так и не смогли. Так что мы в ожидании вот этой неделе в таком же ожидании сможет ли Российская Федерация сформировать какую-то ударную группировку и активизировать боевые действия в плане возобновления наступления на три города Славянск, Краматорск и Бахмут. Ну, кстати, Славянско-Краматорская агломерация это ключ в принципе к всему Донбассу. Ну, например, для того, чтобы пустить воду в Мариуполе надо включить водозабор в районе Славянска. То есть водозабор всего Донбасса находится в Славянске. Олег, вы сказали, кстати, очень важный момент, что Россия пытается накопить живую силу для того, чтобы перейти в серьезное наступление. И мы заметили по новостям, что идет совершенно фантастическая кампания по, во-первых, призыву людей с биржи труда, с предприятий, где грядут увольнения, потому что предприятия остались без работы, то есть пытаются привлечь вооруженные силы людей, которым, ну, которым просто зарплата в ближайшее время не обещана, и вроде как они числятся в штате серьезных заводов, но им предлагают через отдел кадров пойти контрактниками. И теперь уже серьезной былью от сказки и недоумения перешедшей к фактам это набор контрактников ЧВК по зонам среди уголовников, причем в том числе с довольно тяжкими статьями, ну, кроме убийств и насильников, потому что насильник что в армии, что на зоне одинаково презренный, но вот уже всерьез пошла волна с попытками привлечь этих людей для каких-то, ну, вполне возможно, что самых неприглядных дел, а может быть даже и для того, чтобы из них сделать солдат. Но вот тут вопрос, ну, не говоря уже о качестве этих людей, причем мы заметили, что первый-то заход был по зонам, где сидели силовики среди бывших традиционеров, полицейских, и они как раз пошли в отказ, потому что они знают, что такое война, они решили, что лучше пусть срок догорит где-нибудь здесь, чем я в танке где-нибудь там. И на самом-то деле, вот даже из этих, мягко говоря, не сильно мотивированных людей, которым УДО может быть и обещан, но не факт, что состоится, сколько времени нужно на подготовку, на превращение их в боеспособных, и когда, если мы видим, что вот на этой неделе начались формирования из уголовников, они окажутся на фронте? Ну, я думаю, что подготовка может продолжаться не менее двух месяцев. Почему? Потому что здесь практически надо учить с нуля, начинать с курса молодого бойца, а потом уже отрабатывать навыки ведения, тактики ведения боя. И не раньше, скорее всего. Кстати, примерно этот срок и называется, где-то середина августа и вторая половина августа. Вот к этим еще уголовникам надо добавить батальоны, добровольческие батальоны, которые сейчас поручено сформировать местным советом по всем регионам Российской Федерации. Ну, за исключением там крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, там и такие батальоны не формируются. Но на Дальнем Востоке за Уралом это довольно публичное мероприятие и тоже они берут срок подготовки до двух месяцев. Кстати, я вам скажу, что среди уголовного мира это же не приветствуется. Вспомните Вторую мировую войну, когда советское тогда командование начало формировать штрафные роты из числа уголовников, предлагая искупить свою вину кровью перед Родиной. Так это же раскололо тогда уголовный мир на блатных и насученных. Те, кто пошел на контакт с этим, с руководством колонии и те, кто стали в строй вот этих штрафных батальонов. Поэтому это даже по криминальным меркам это непрестижно. идти на сотрудничество с властями, не обращая внимания на то, какое это сотрудничество. Любое сотрудничество с властями не приветствуется в уголовном мире. Поэтому я не думаю, что там будет большой успех. Это раз. А второе, вы знаете, вот я вам приведу, я общаюсь, у меня есть связи в Калининграде. И люди рассказывают ситуацию. Калининград это фактически военный городок. вся Калининградская область она насыщена просто войсками. Когда-то это был отдельный военный округ даже, Калининградский. Так вот, они рассказывают, что среди военных там серьезные антивоенные настроения. Они уже ждут, не дождутся, когда эта война закончится. Все прекрасно понимают, что это война. На улицах появилось, во-первых, много убитых. У них там на кладбище уже целые аллеи тех, кого привезли в цинковом гробу. На улицах появились инвалиды вот этой войны и занимаются в том числе и попрошайничеством, ну и плюс они ходят же с костылями, с потерей конечностей. То есть народ это все понимает. Ну и среди офицерского состава особенно и практически отдел кадров пугает офицеров вплоть до увольнения, потому что тех, кто хочет подписать добровольное согласие на участие в этой специальной военной операции, как они называют эту войну, их с каждым днем все меньше и меньше. Вот поэтому такие настроения и в обществе. Посмотрим, чем закончится вот эта вербовка как среди уголовников, так и среди... Кстати, сюжету Россия-24, который они показали по подготовке где-то на Дальнем Востоке вот этого добровольческого батальона, который формирует местные власти, там два месяца будет учить. Я вам скажу, там средний возраст 50 плюс. Если они думают, что из них получатся хорошие солдаты, ну я очень сильно сомневаюсь. Один певец когда-то пел, что война это дело молодых, это средство против морщин. И престарелые уголовники, и престарелые добровольцы, которые окажутся на фронте, вполне возможно, что будут использованы как единоразовое средство для разминирования, потому как всерьез рассчитывать на какие-то тактические действия, осмысленные, и на подвиги от этих людей не приходится. И вы абсолютно правильно сказали, что у уголовников не приветствуется любой вид сотрудничества с властью, с администрацией, с государством, а мы знаем, что уж где-где, а в России уголовный мир, он не зыблем, он не реформируем, и у нас уголовная традиция, она с тех пор не изменилась, абсолютно наоборот, вот это, если можно здесь применить слово культура, это уголовная культура, она очень мощная, и она совершенно во все времена одинаково относится к государству, не приемлет никаких вариантов взаимодействия, и считается позором оказаться так или иначе хотя бы в минимально приличных отношениях с кем-нибудь из администрации, а уж подписать документы о том, чтобы пойти служить к государству, даже под, когда тебя обманывают по УДО и говорят, может быть тебе эта приманка понравится, давай подумай в эту фантазию, помечтай о ней и пойди повоюй, грезя, что у тебя она состоится, да нет, наступишь ты на мину один раз и на этом все кончится, но все будут помнить, что ты опозорился и пошел на сговор с властью, что абсолютно недопустимо. Хотя, конечно, мы понимаем, что к уголовникам в том числе прибегают именно силы специфического отношения и очень своеобразной морали этих людей и данная война она демонстрирует в первую очередь какую-то фантастическую оголтелую жестокость, которая не оправдана абсолютно ничем и уголовники вот именно в эту канву вписываются, конечно же, как свои родные. И, кстати, по поддержанию морально-психологии у меня еще такая мысль, что их, скорее всего, если будут вербовать, кто завербуется, их будут расставлять по подразделениям для поддержания морально-боевого духа. Почему? Потому что они как бы из такой среды, которая более жестокая, более, я бы сказал, безнравственная и заставлять. Вот главная проблема заставлять личный состав идти в бой и не бежать со своей линии обороны, когда, допустим, идет огневое воздействие со стороны вооруженных сил Украины. То есть, играть роль каких-то, я бы так сказал, не заградотряда, но, тем не менее, психологов и церберов можно так, наверное, сформулировать. У нас в те времена, когда я служил в армии и вообще, в принципе, для чего в советское время обязательно нужно было каждому отслужить в армии. Не только потому, что Родина в тебе нуждалась и не только потому, что ты ее задолжал, ну, с чего-то вдруг у тебя долг возник, а в том числе и для того, чтобы подготовить обычного среднестатистического советского человека к тюрьме. И армия от тюрьмы совершенно не сильно отличалась. И наша зона с расконвоированными зэками, кем мы были, хотя у нас были военные билеты, она была таким хорошим, очень адаптируемым вариантом, когда ты потихонечку привыкал к тому, что в перспективе, мы же помним, от тюрьмы и от сумы в России не зарекайся. И армия у нас, она весьма уголовная, а уж тем более, когда сейчас из тюряги туда контингент подгонят, то это будет как раз то самое усиление морально-нравственных характеристик бойца, о которых мечталось замполиту, потому что вот теперь уж это будет действительно мотивированный коллектив, потому что теперь можно будет и бучу устроить, вот теперь можно будет повоевать в сласть, ну а погибшим, что ж, им вечная слава, тем более, пожалуйста, вот будет аллея героев, ляжешь там. Но мы видим, что разница, вот советская власть, она на излете и в начале перестройки потратила, ну, некоторое количество усилий на то, чтобы армия не ассоциировалась с тюрьмой, чтобы это было два разных мира, уголовники сами по себе, армия сама по себе, хотя, если посмотреть, и взаимоотношения в армии остались уголовные, и лингвистический пласт, язык, на котором говорят в армии, он остался уголовным. И вот, наконец-то, в условиях боевых действий российская армия приходит к тому, от чего пыталась отказаться. Она опять становится филиалом тюрьмы. И туда приезжают свежие люди, которые говорят, ну, что тут у вас без нас было, давайте-ка мы вам сейчас покажем, как это надо. И мы получаем армию, и воинские преступления, и получаем кошмар, когда вот эта вся лицемерная идея о том, что тюрьма перевоспитывает людей, и в заключении идет воспитательная работа, она, наконец-то, свое истинное лицо показывает. Никто там никого никогда не перевоспитывал. Там просто прессовали людей, ковали из них уголовный элемент, а теперь выпустили их на Украину, сказали, ну, давайте, ребят, покажите, чему вы вас научили. Заодно и армию покажите, чтобы она тоже знала, каких ориентиров нужно придерживаться в условиях ведения войны и боевых действий. Это усиление ужаса, которое, к сожалению, ну, вот через пару месяцев мы вполне возможно уже увидим отраженным в сводках, в действиях и в том, что будет происходить на захваченных территориях, либо на тех территориях, которые, наоборот, будут оставлены. И во все времена мы знаем, что российская армия, она страдала еще дезориентацией в пространстве, но кроме того, что она была филиалом тюрьмы, мы вот сейчас сколько раз уже упоминали, что даже у Хаймерса у него снаряд умный и тот летит под GPS. Причем, конечно, GPS-то был именно для этого и придуман, чтобы Хаймерсы летали, а не только для того, чтобы из космоса было видно, где какой грибник потерялся. И мы точно так же в параллель с этим видим, что российская армия, она по бумажным картам, телефоны у всех отобрали. И вот это вот вечная проблема невозможности сориентироваться на место. Вот как в мое время, когда нас высадили на точки и сказали вам туда, где мы находимся, какая это местность, что нас ждет впереди, есть ли какая-нибудь разведка, есть ли какое-нибудь боевое охранение. Мы понятия не имели. И мы вообще, тем более, были не сухопутными, я вообще был моряком. Это не значит, что нас на землю не пускали, но мы были просто с первым допуском, поэтому нам позволяли очень специальные операции по налаживанию взаимодействия с местным населением, когда этому населению нужно было прикладом по голове. Но где мы находились? Мы сориентироваться были не в состоянии, и спросить было не у кого. И сейчас мы видим точно такую же картину, когда будут готовить людей по старой программе советской армии, когда к ориентированию на местности они абсолютно не причастны. Если из них нужно сделать из этих уголовников пушечное мясо, так и сделают. Скажут вам туда, а там мины. И в это самое время доблестная авиация российская использует гармины рыбака и садовода для того, чтобы в небе понимать, куда ты летишь. Потому что даже здесь на уровне офицера, человека с высшим образованием, человека, которого учили и по звездам ориентироваться, и под дуновение ветра понимать, где он летит, тем не менее, его оставили без подсказок, которые позволили бы ему понять, куда, откуда, где, как. Это удивительно. 21 век на дворе сделано очень много технических чудес, но у летчика, у нашего, у пилота, почему-то обычный домашний гармин. Причем, насколько я понимаю, это ведь традиция, которая сопровождает российскую армию на протяжении всего времени появления гарминов. Да, ситуация с навигацией, конечно, очень плачевная в этом плане. И действительно, система ГЛОНАСС, она же по идее, Россия же ее распиарила, и говорят, что она работает, говорят, но пока никто не видел. И вот эти карты, которые доставали в первые дни войны российские офицеры и спрашивали дорогу, как в старом армейском анекдоте, к сожалению, они применяются, я так понимаю, и до сих пор. А поэтому, между прочим, в соглашении, если вы читаете, обычно его пропускают, когда загружаешь программу, связанную с навигацией, там есть такое конфиденциальное соглашение. И написано в этом соглашении есть такая строчка, что правообладатель этой программы оставляет за собой право внесения систематической ошибки без уведомления конечного потребителя. То есть, вы даже не будете знать, внесена ошибка в этот прибор или не внесена. Вот такие приборы даже используют летчики на сегодняшний день. Но, кстати, и по качеству самих летчиков огромная проблема в плане их подготовки. Те первые, которые тренировались в Сирии и на других горячих точках, они, я так понимаю, сегодня уже все закончились. Мы видели уже даже летчиков, которые отставники, но по состоянию здоровья могут сесть за штурвал и воевали где-то в африканских странах в составе частных военных компаний. И мы двоих, во всяком случае, таких летчиков мы сбили на Донбассе, в Луганской области во время боевых действий буквально месяц назад. То есть, качество подготовки, уровень модернизации техники, он оставляет быть лучшим. И вот такие вот приборы, ну, не такое, это бытовой, кстати, прибор, в основном используемый для рыбаков, и я вам хочу сказать, что он снят с производства, его можно купить сейчас только на вторичном рынке, то есть, если кто-то продает свой, потому что есть уже более современные с цветными экранами и с меньших и меньших размеров и так далее. Ну, то есть, не стоит же наука и техника, она идет вперед. Так вот, такая модернизация проводилась в 90-х годах, когда война была в Югославии. Тогда Украина и, кстати, Россия тоже вводили миротворческий контингент под флагом ООН и Организация Объединенных Наций для обеспечения безопасности техники, особенно авиационной. Вот у нас был вертолетный отряд в составе миротворческого контингента. Так вот, они оборудовали тогда вот такими приемниками GPS, то есть, допустим, Ми-26 вертолеты были в составе отряда и на его огромной приборной доске там, где больше сотни циферблатов и размер приборной панели метр на метр. Справа где-нибудь у окошка вешали кронштейн, на котором ставили GPS-навигатор для того, чтобы ориентироваться на местности в самой Югославии. Ну, вот с тех времен, так это, извините, 95-й год. Это Югославская война. Вот тогда такую модернизацию проводила авиационные техники и Организация Объединенных Наций для участников миротворческого контингента. Сегодня мы это видим на современных самолетах Российской Федерации. Ну, причем во время Югославской войны в России, например, были запрещены GPS-навигаторы и было официальное распоряжение тогда тук-тук начали появляться автомобили с навигацией и был запрет на их ввоз. Нельзя было привозить в Россию официальному дилеру автомобиль, оборудованный GPS-навигатором, потому что он был слишком точен и он мог рассекретить все страшные военные тайны. И мы видим, что вот нынешняя война, она должна была для России стать торжеством технологий, торжеством ГЛОНАСС. ГЛОНАСС должен был показать свои преимущества и при этом мы видим, что данная война не стала войной авиации. Байрактары появились, именные танки появились, гаубичные дуэли являются уже лицом этой войны. Авиация, а где Покрышкин, где Кожедуб, где разбегающиеся в панике немцы, которые кричат «Ахтунг! воздушная тревога», мы видим, что накопленных сил-то было много, и вертолеты, и боевая авиация, самолеты, но что-то вот они не то, что незаметны, а их даже в сводках не упоминают, что, например, там нанесен авиаудар. Как-то очень они скромничают. Что происходит с авиацией на этой войне? Ну, с авиацией на этой войне происходит то, что мы не потеряли систему ПВО и в самом начале, как рапортовала Российская Федерация, и мы ее не только сохранили, мы ее восстановили и расширили. На сегодняшний день можно уже смело сказать, что скоро ровно три месяца, как российские самолеты не заходят в глубину территории Украины. Вот я помню еще первые недели, март месяц, я был в городе Хмельницком, и над головой проносились пара истребителей-бомбардировщиков, которые наносили ракетные удары, ракетно-бомбовые удары по военным объектам и по жилым кварталам в Хмельницкой области. Вот, это да, это наблюдалось. Сегодня, действительно, вы правы, что авиация, истребительная авиация не применяется практически вообще на данный момент. Армейская авиация отрабатывает свои задачи с расстояния, появился новый вид стрельбы, и, допустим, для вертолетов они не заходят на боевые позиции наших войск, а подлетают из-за своих позиций, поднимая нос вертолета вверх, отстреливают Нурсы в сторону наших позиций. В сторону. Вот так они ориентируются, потому что прицел не предназначен для навесной стрельбы с помощью неуправляемых реактивных снарядов, которые подвешиваются на вертолеты. В результате, кстати, бывает очень часто, когда наносится удар по своим позициям. Кстати, последний такой случай был на Херсонском направлении на позапрошлой неделе, когда армейская авиация России отработала по своей батальонно-тактической группе. Вот таким вот образом. То есть здесь боязнь летчиков залетать в воздушное пространство становится главной проблемой точности ведения огня штурмовой и армейской авиации. Ну а бомбардировочная авиация, стратегическая, если брать, то она тоже не заходит в воздушное пространство. Посмотрите, последние ракетные удары по территории Украины наносились либо с воздушного пространства Белоруссии, либо с акватории Каспийского моря или воздушного пространства полуострова Крым. Вот три точки, с которых тяжелая стратегическая авиация типа Ту-22М3 или Ту-95. Кстати, Ту-160 так и не было до сих пор замечено, насколько разведданные есть. Их всего четыре самолета на крыле, то есть это те, которые способны подняться в воздух. И, видимо, российское командование бережет их как зеницу ока, потому как возобновить их производство, несмотря на распоряжение самого Путина, Россия так и не смогла. Воронежский завод так и не смог. Один воспроизвели то из старых запасов, так как был фюзеляж Ту-160 на самом заводе. Они собрали, но это не модернизированный вариант. Так что авиация, вот в эту войну авиация себя потеряла в плане того, что средства борьбы с авиацией противовоздушной обороны, начиная от переносных зенитно-ракетных комплексов, заканчивая системами ПВО страны, усиленными там и более плотными, они фактически нивелируют роль авиации в этой войне. Кстати, мы даже у нас появился Панцирь-1С, который был захвачен в качестве трофея, он был в исправном состоянии и вот на этой неделе на прошедшей он сбил первую свою цель, сбил российский самолет, точнее не самолет, сбил российский беспилотник оперативно-тактического уровня, а это говорит о том, что нам даже удалось взломать систему свой-чужой и перепрошить бортовую компьютер, для того, чтобы Панцирь-1С начал наносить поражение российским целям. Получается, что не только умным оружием ВСУ знаменитый, но и умными ребятами, которые в состоянии устроить такую диверсию, когда взяли и завербовали терминатора в свою пользу, и он теперь бьется против других терминаторов. А параллельно с этим мы получаем, например, удивительные сводки о том, что Германия поставила для панцергаубиц умные снаряды, и вот это умное оружие, оно теперь становится уже просто деталью войны в самых неожиданных местах, потому что к умной ракете мы еще как-то более-менее готовы, к умному снаряду в Хаймарсе с трудом, который по GPS, но когда у панцергаубицы снаряд с самонаведением Smart появляется, и это именно снаряд, это требует отдельного комментария, поскольку уж совсем удивительно звучит. Да, действительно, звучит очень удивительно, и действительно снаряд очень умный. В чем смысл? Есть 155-миллиметровый снаряд, который корректируемый, и у него внутри снаряда заложено два субэлемента, которые могут поражать цели, включая и бронированные цели, то есть они и танк, и бронетранспортер, и автомобиль. В чем суть? Дальность стрельбы таким снарядом составляет 30 километров, до 30 километров. Вы выбираете, допустим, район скопления техники, ну вот это его, я так считаю, основная цель. Вы выбираете район скопления техники, определяются координаты центра района, не надо вычислять каждую там САУ или танк или БТР стоящий в районе сосредоточения, вы выбираете координаты центра района и по этим координатам производите выстрел. Снаряд, долетая до места, до вот этой точки прицеливания, открывается, срабатывает вышибной заряд, и из него вылетают два субэлемента. Раскрываются парашютики, и эти два субэлемента медленно начинают спускаться на землю. Пока они спускаются на землю, они ищут цель сами, самостоятельно. Там двойная система наведения по контрастной цели и по тепловой цели, две головки. Плюс они успевают передавать разведданные, то есть то, что они видят, и найдя цель, он сбрасывается и корректируется именно на эту цель. Попадание практически стопроцентное. Вот такой вот умный снаряд смарт немцы передали нам для Панцергаубис 2000. То есть получается, что один выстрел, одна пораженная цель? Две. Две пораженные цели? Два субэлемента в одном снаряде. Ну, против такого снаряда пойди поищи еще какую-нибудь защиту. Это такой тревожный симптом для российской армии, потому что подготовиться к этому каким зонтиком, чем пытаться защититься? Ну, да, в принципе противодействия нет, а если еще учесть скорострельность допустим Панцергаубисы, что она может выдавать три выстрела за 10 секунд, а потом в средний темп у нее шесть выстрелов в минуту, то, допустим, двумя-тремя гаубицами можно накрыть танковую роту или мотострелковую роту, находящуюся в районе сосредоточения. Тем более, что еще разведданные сразу приходят максимально актуальны, что позволяет... тем более, еще идет обратный канал связи и оператор может наблюдать обстановку, которая находится непосредственно под местом раскрытия этих снарядов. И мы видим, что вот сейчас идут поставки вооружения совершенно фантастического в Украину, причем, конечно, российская армия об этом знала, но не верила до последнего, что подобное может быть применено. мы видим вот здесь такое коварство Запада, которое взяло и лучшее отдало войскам Украины, и это лучшее применяется опытными людьми, которые прошли обучение, в том числе в Германии и в Англии, и под это как раз происходит перевооружение. Мы знаем, что украинская армия на сегодняшний день она переходит на стандарты НАТО во всем, и в тактике, и в стратегии, и в вооружении, и в личном оружии, и в автомобильном транспорте. Вот на прошлой неделе были переданы англичанами свои знаменитые бронеавтомобили Хаски, тоже удивительная машина, которая для российской армии является поводом, вызывающим недоумение, потому что вот этот бронеавтомобиль, причем это мощный, дизельный, с коробкой автомат, там V-образная восьмерка у него стоит в 325 лошадиных сил, это очень серьезный автомобиль. Он сделан из гражданского, и вот это как раз тоже особенность войны, когда мы видим, что в прежние времена сначала создавалась некая военная машина, а потом, ну если получалось как-то ее применить в народном хозяйстве, она становилась гражданской, конверсионной. Здесь же идет наоборот. Некая фирма, которую мы на самом деле с вами знаем как International Harvestor, предложила на конкурс на замещение вакантной должности Хаммера свою разработку, и эта машина была сделана на основе обычного гражданского пикапа, просто повышенной мощности и очень красивого, поскольку над ним работали дизайнеры. Машина прошла все отборочные мероприятия, в итоге она уступила американской фирме Ошкош, которая и стала теперь поставлять автомобили в американскую армию вместо Хаммера, а вот эти Хаски, их себе взяли англичане, потому что англичан у них бесполезный лендровер-дефендер, который не очень любит, но воевать на нем невозможно было ни в какую войну, хотя и пытались. И Хаски уже поступил вооруженные силы Украины, уже оцененными, уже начинается боевое применение его, и машина, поскольку была сделана изначально для гражданского рынка, она очень удобная, она очень гуманная. Российское оружие, российская техника сделана по принципу «боец обязан стойко переносить тяготы и лишения воинской службы». И мы помним УАЗик, который во все времена как раз принуждал людей к тому, чтобы этих тягот было как можно больше. Хаски, которые англичане передали с складов хранения, у них после Афганской войны осталось очень много этих машин, они их аккуратно законсервировали, вот теперь передали. Эта машина гуманная, и экипаж этого автомобиля в состоянии решать любые задачи, потому что он находится в условиях нормального, полноценного, качественно продуманного автомобиля. Причем, ну, коробка автомата, она сразу обо многом говорит. Независимая подвеска на пневмобалонах чрезвычайно удобно, это же не кастотряс, на котором ты едешь, это там не российский тигр, перетяжеленный автомобиль. Это совершенно другого уровня техника, на которой ты воюешь, конечно, с более высоким КПД. Примечательно, что когда только-только эта машина, как интернешнл харверстер, как гражданский пикап, выходила на рынок в 2004 году, один из экземпляров подарили Януковичу, и у Януковича в гараже присутствовал брутальный до невероятности аппарат, куда он делся, на всякий случай, история умалчивает. Но вот теперь, сделав такой исторический оборот, удивительный, первый экземпляр пришел к Януковичу, а теперь в вооруженные силы Украины пришли автомобили в броне от англичан, которые потихонечку способствуют тому, чтобы вооруженные силы Украины переходили на стандарты НАТО. Единственная особенность этой машины, которая меня, например, удивляет, то, что в ней не предусмотрены бойницы, поэтому экипаж не может вступить в бой, сверху есть только турей для того, чтобы закрепить там разные виды оружия, начиная от пулемета и заканчивая там любыми системами реактивного огня. И поскольку сейчас мы видим, вооруженные силы Украины очень активно учатся и в Англии, и в Германии, и в Польше, в военных лагерях осваивают технику, через какое-то время мы вправе ожидать, что, переходя на эти стандарты, вооруженные силы Украины будут в том числе проходить обучение по тем принципам, которые литовская армия исповедует, и в Литве есть центр подготовки водителей Йозеса Лукша, они на Ашкошах. Это вот то, что навсегда отличает российскую армию, воюющую на чем придется, подготовленную как удалось, от натовской армии, которая воюет на хорошей технике и проходит обучение по специальным методикам. То, что мы помним, что российская и советская военная школа, школа ДОСАВ, которая готовит военных водителей, она единственной дисциплине, которая учила, кроме технического обслуживания, чтобы механиком-водителем был любой шофер, она учит ходить в колонне. И главная задача человека, который получил права для службы в армии военным водителям, он должен двигаться в колонне. Вот и все. А литовский центр Йозеса Лукша, это совершенно фантастическая школа, где на бронеавтомобиле проходит цикл обучения по виртуозному владению этой техникой. Это совершенно невероятно и очень не похоже на то, как готовят военных водителей в принципе. Вот этот натовский стандарт, очень высокий, очень качественный, говорит о том, что нету мелочей в войне. Не бывает так, чтобы солдат был одноразовым материалом. Это всегда специалист, которому нужно очень хорошо, очень грамотно и очень долго готовить. И он становится бесценным. И мы знаем именно поэтому, например, у солдата вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, у него комплект экипировки в бою содержит 400 элементов. Это не бронежилет и не БДЮ с ботинками каркаран. Это вот все то, что на нем надето, это все приспособления, это вся его готовность к войне, когда страна прекрасно понимает. Каждый человек на поле боя это уникальная единица. Эта уникальная единица должна быть не только мотивирована, она должна быть полностью защищена, обучена и готова использовать всю ту технику и весь тот прогресс, включая GPS, умные снаряды, которые придуманы цивилизацией для того, чтобы выиграть войну. Потому что, уж если война на пороге, то это не в полноги. Вот этот матч играется на полном серьезе. И на примере того, как сейчас происходит перевооружение вооруженных сил Украины, мы видим, что да, вот эта деталь это очень важная деталь и очень серьезная подготовка. Но при этом мы видим, что кроме таких вот стандартных штатных решений, когда специалисты придумали, какой должен быть комплект одежды, какая должна быть бронезащита, какое должно быть личное оружие, как нужно уметь стрелять, мы видим, на войне появляется своя мода. Она появлялась во все времена. В любую войну обязательно те, кто на поле боя, придумывали что-то свое. Ну вот отголоском это является, например, чудовищная традиция дембельской формы в российской армии, в советской армии, когда из формы шьют что-то попугайское. На этой войне мы видим, что всерьез вдруг изменилась манера держать автомат. Раньше по уставу мы помним, если ты не стреляешь ствол вверх, контрольный выстрел вверх, не под ноги, и если у тебя положение оружия готовности к бою, у тебя на шее ремень, и ты стреляешь, исходя из того, что тебе не нужно никаких специальных манипуляций. У тебя оружие готово, потому что оно у тебя под рукой, и у тебя рука на спусковом крючке. А теперь, вдруг, вот эта война продиктовала совершенно новую моду, которая зарождалась давно, и пришла из спорта, из IPAC, когда оружие держится на локтях. Это стойка, этот хват, это удержание оружия, это очень странно, потому что из этого положения подразумевается, что ты можешь перехватить оружие на упор в плечо, но тебе нужно что-то делать с локтем. У тебя оружие пропущено поверх локтя, и очень мало кто держит оружие, исходя из старых правил, для того, чтобы быстро привести его в готовность к стрельбе. И вторая параллельная мода, которая пришла из вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, это удержание стволом вниз. Ситуация, когда практически, если у тебя какой-то нештатный момент, выстрел в ногу тебя обеспечен. И это именно мода, она не продиктована никакой практикой, и здесь как раз люди спорят, одни говорят, что так удобно, другие говорят, что по-другому удобно. Меня, например, в нашем центре по тактической стрельбе тоже переучивали с армейского хвата и желания держать ствол вверх на то, чтобы я нянчил оружие на руках, чтобы я вот на локтях вот так вот нес. Олег, вот с точки зрения практики, это пустой спор, это мода, или уже написаны документы, определяющие, как лучше и чему конкретно учить? Потому что в блоке НАТО по этому поводу, как правило, на личное усмотрение бойца, хочешь так, хочешь и так. У нас же все по-другому, мы знаем, что командир должен приказать, остальные должны исполнить. Да, вы абсолютно правы. Вот, кстати, этим и отличается. Западная армия, допустим, от советской армии, ну, а сейчас от российской армии. А мы находимся вот где-то посредине, мы в переходном периоде сейчас. Вот, начиная даже от того урока экстремального вождения на боевой технике, казалось бы, причем здесь экстремальное вождение и боевая техника, которая вроде как везде проходимая и для нее нет трудностей, которые она не может преодолеть. Но, тем не менее, уроки экстремального вождения дают механику-водителю или водителю возможность оценить ситуацию, попадая на какие-то участки бездорожья и в экстремальные ситуации в ходе совершения не только марша, но и в ходе ведения боевых действий или выполнения каких-то отдельных оперативных задач. Что касается вот этой военной моды, то здесь то же самое, совсем другая философия. Здесь бойцу дается возможность интерпретировать и делать так, как ему удобно. Когда-то, кстати, даже некоторые российские еще военно-начальники пытались привнести практицизм и простоту в солдатскую среду. Вспомните того же самого Потемкина, который пытался реформировать армию, который старался сделать как можно удобнее для солдата, понимая, какие он тяготы и лишения несет. Но потом это все было возвращено опять в прусскую философию и начиная от строевого шага на плацу с оттянутым носком и твердо поставленной ногой на всю ступню, все вернулось на круги своя. А здесь, да, я согласен, что если солдату так удобно, значит, пусть он держит автомат на локтях. Может он быстро вскидывать с этого положения, да. Может он, даже я интересовался некоторым на разгрузку, когда автомат на локтях, то сама ствольная коробка ложится на магазины, которые находятся в разгрузке. И так удобнее держать. Кто-то любит вешать автомат стволом вниз, вот американский вариант. При этом, получается, левой рукой схватив за цевьё и поднимая ствол, у тебя приклад сам выходит на линию плеча и ты уже готов к открытию огня. То есть вопрос тренировки самого солдата. Поэтому, да, философия совсем другая. Философия, чтобы солдату было удобно выполнять поставленную задачу. Чтобы для него это была не повинность военная, а я скажу так, я бы назвал это, чтобы для солдата это был ратный труд. Вот тогда, да, если это для него ратный труд, это его профессия, он мотивирован, он обучен и он имеет свободу действий в выполнении каких-то отдельных элементов. Ну вот, кстати, вы про танки вспоминали, да, советская школа танкостроения именно была основана на том, что главное танк, а как там экипаж, это их трудности, они должны выполнить задачу любой ценой. Западная философия состоит в том, что танк можно построить на заводе новый, а вот обученный экипаж получить, это надо еще очень сильно постараться, поэтому эргономика танка абсолютно другая, западного, допустим, и российского танка. И в этом плане вот я думаю, что это именно разница философии, разница подходов в подготовке и в обучении вооруженных сил. Ну да, и сопоставляя вот эти два разных подхода, мы видим, какая армия становится сильнее, обученнее и профессиональнее, а какая армия по-прежнему на тех же самых позициях, которые формировали ее во времена уголовного мира. Это был Олег Жданов генерального штаба полковник в запасе. Подписывайтесь на канал Олега Жданова. Программа «Война. Ходорковский лайф. Сергей Асланян. Повторником с вами. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова